Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Ленске задержан подозреваемый в серии краж. Жители города жаловались на пропажи из кладовок и других хозяйственных построек. Последний сообщил о краже инструментов на сумму свыше 10 тысяч рублей из кладовки. Кража была совершена ночью. Полицейскими установлена личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель села Ньюя. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Еще одного вора поймали столичные полицейские. В минувшие выходные в полицию обратилась жительница частного дома по улице 50 лет с октября. Она сообщила, что из гаража, расположенного во дворе дома, пропал сварочный аппарат и болгарка импортного производства. Сумма ущерба составила 16 тысяч 500 рублей. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Мегина-Кангаласского района, ранее привлекавшийся за аналогичные преступления. Похищенное было изъято. В центре столицы республики скорая помощь спасла пожилого мужчину. Пенсионеру стало плохо у библиотеки Пушкина. Он упал в конвульсиях. Прохожие вызвали скорую. Медики успели спасти пенсионера. Ушел человек, престарелый, упал. Судороги. Приехали обслуживающие с медикой. А предположительно? Ну, не знаю. Плохо стало человеку. Старенький деденький. Сейчас разговаривает, общается с медикой. Пауче стало. А тяжелые и критические состояния больных – то, с чем ежедневно сталкиваются врачи-реаниматологи. В Алданском отделении интенсивной терапии за 30 лет были сохранены тысячи жизней. А смертность сегодня не превышает 9%, что ниже аналогичных показателей по Якутии и России. О буднях отделения – сюжет нашего корреспондента. В отделении реанимации не существует окончания рабочего дня, выходных и праздников. К оказанию и срочной помощи интенсивная терапия готова круглосуточно. Предугадать и спрогнозировать какие-либо чрезвычайные ситуации нельзя. На сегодняшний день у нас открыто первичное сосудистое отделение. И все пациенты, поступающие с инфарктами, с инсультами в тяжелом степени, они поступают к нам. Второе, мы не забываем, что находимся на федеральной дороге. И все дорожно-транспортные происшествия в пределах нашего района поступают опять-таки к нам. Отделение реанимации и анестезиологии на базе Алданской больницы образовалось 30 лет назад. Коллектив насчитывает 37 человек. Врач-лаборант Елена Мартынова работает со дня основания отделения. В среднем в лаборатории реанимации выполняется порядка 2000 исследований в неделю. Очень важно исследование гемостаза. У нас больных с различными видами кагулопатии. И недавно мы получили тромбоэластограф, который, исследования на нем очень нравятся нашим докторам. Современное оснащение позволяет выполнять исследования и производить операции, о которых недавно нельзя было и помыслить. Новый аппарат искусственной вентиляции легких помогает дышать как взрослым, так и недоношенным новорожденным весом от полукилограмма. Этот компьютер – мост между Алданской ЦРБ и республиканскими центрами. Чаще всего в режиме онлайн реаниматологи консультируются с врачами Института медицины катастроф, перинатального центра и кардиологической службы. С возрастающими возможностями работы у алданских медиков становится больше. Сейчас велись единую систему протоколов и стандартов. И лечение пациента получают стандартным, что здесь, что в Якутске, что в Москве, на том же уровне. Отделение реанимации и анестезиологии сравнимо с фронтом, где сходятся в поединке жизнь и смерть. Формулировка «критическое состояние» для реаниматологов – не оценка, а руководство к грамотным и четким действиям во спасение пациента. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан. А в Мирном рассматривают возможность запретить использование самодельных подогревов для автомобилей. Предложение поступило от самих жителей. По их мнению, устройства, которые автолюбители подключают через форточки, небезопасны. А пользуются ими многие. Но вопрос оказался неоднозначным. Моя коллега разбиралась с теми. Провод, тянущийся из окна квартиры под капот припаркованного авто. Такую картину можно увидеть едва ли не в каждом дворе Мирного. Чтобы завести в мороз свой автомобиль, водители вынуждены идти на ухищрения. Одно из них – использовать обогреватель, работающий от домашней электросети. Но, по словам пожарных, эта затея может быть опасной. В 2016 году зарегистрировано 14 пожаров автомобилей. И три из которых произошли по вине этих обогревателей, которые были установлены в автомобиле. В 2017 году зарегистрировано 9 пожаров автомобилей. Два из которых тоже самые из обогревателей. Запретить использование подобных самодельных автоподогревов. С такой инициативой к властям обратился один из жителей Алмазной столицы. Вопрос даже обсудили на публичных слушаниях в районной администрации. Подготовим людей к этой идее, к этой мысли, к этому запрету. Целенаправленный, видимо, допустим, с 1 сентября 2018 года. Я считаю, что у нас пройдет все более мягко. Автолюбители подготовятся к следующей змеи уже так, как можно. Да, если ты на автозаводе, как говорится, с розетки питался в декабре и феврале, то есть, в январе, ты не будешь выполнять, значит, ты будешь себе гараж в районе за 15 тысяч. По стоимости, вот автономная система, это как вебасты идет, они стоимостью вроде бы как от 30 тысяч. Они работают, то есть, встраиваются в автомобиль, к двигателю, и работают на определенном топливе, допустим, бензин, соляры. Ну и как бы затраты энергии никакой нет у электричества. А вот эти, не автономные, они подключаются к розетке, то есть, на полтора киловатта. Если запрет на использование самодельного автоподогрева введут, водителям придется раскошелиться. Несложная математика. Снять гараж на месяц мирно можно примерно за 15 тысяч рублей. Покупка заводской автономной системы автоподогрева обойдется в 30. И это сумма без учета стоимости топлива для работы системы. А услуги такси за 30 дней по маршруту из дома на работу и обратно выйдут на сумму 6 тысяч рублей. Суммы немаленькие, да и сами водители пока не готовы отказываться от самодельных обогревателей. И к возможному запрету относятся отрицательно. Лично я бы не поддерживал. Почему? Потому что такой мороз у нас, сами вы знаете, не у всех гаражи доступны. Плохо, конечно. Почему? Ну, потому что в наших условиях как по-другому-то. Сейчас городские власти проводят опрос населения, чтобы детально узнать мнение жителей. По его результатам и примут окончательное решение. А пока водители продолжают пользоваться системами автоподогрева от сети или покупают их дорогостоящие заводские аналоги. Мария Урцева, Артур Голиков, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». На этом у меня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова